Рассказ «Льва Николаевича Толстого» Рассказ «Льва Николаевича Толстого» называется «Лев и собачка». В названии мы видим противопоставление – дикий огромный лев и небольшое домашнее животное – собачка. Автор подчеркивает свое отношение к собачке, называет ее «Ласково». Володя, а ты обратил внимание на подзаголовок рассказа «Быль»? Что такое «Быль»? Я посмотрел в словаре. Это жанр литературного произведения. «Быль» – рассказ о действительном происшествии, случае, имевшем место в действительности. Как ты думаешь, неужели то, что описывает Толстой, могло происходить на самом деле? Конечно могло. Тебе ведь не раз приходилось наблюдать, как ведут себя животные. Все так и описано. Меня поразило начало рассказа. «Как можно домашних любимцев отдавать на съедение диким зверям вместо денег? Я возмущена. Мне жаль животных». «Мне тоже жаль. Но еще больше возмущает поступок человека, который ухватил на улице собачонку и принес ее в зверинец. Он даже не задумался о своем поступке. Обошелся с собакой, как с вещью». «Толстой очень правдиво описывает поведение собачки. Видно, что она была сильно напугана. Поджала хвост и прижалась в угол клетки. Я вот только не понимаю, почему лев не растерзал ее, а только понюхал?» «Наверное, он был сыт. А собачка своим поведением показала, что готова подчиняться ему. Продемонстрировала дружелюбие и доверие. Легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Видимо, собачка была добрая, ласковая. Автор даже слова подбирает уменьшительно ласкательные, показывая, что собачка ему нравится. А потом леву понравилась собачка, и они подружились. Играли, спали. Лев оставлял собачке часть своей пищи. Так поступают настоящие друзья. Даже когда нашелся хозяин, лев не позволил отдать собачку, потому что привязался к ней. Хотя хозяин собачки, видимо, был богатым человеком». «Почему ты так решила?» В рассказе его называют «барин». В дореволюционной России так называли человека из привилегированных классов. Это мог быть помещик или важный чиновник. «Целый год продолжалась дружба могучего льва и маленькой собачки. Но случилось несчастье. Собачка умерла. Я поражена, что лев так переживал ее смерть. Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. Он был зол от потери своего единственного друга. Он места себе не находил, не знал, как вернуть своего друга. Целый день он бился, метался в клетки и ревел. Потом лег подле мертвой собачки и затих. Он ведь мог найти себе нового друга, но не захотел. Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку. Лев тотчас разорвал ее на куски. Он остался верен своему другу. Друзей не меняют. Лев был предан своей собачке. Толстой изобразил льва как человека. Показал, как он переживает горе, утрату своего друга, так же, как человек переживает утрату близких людей. Лев не позволял никому забрать собачку, даже после ее смерти. Он был преданным другом, поэтому потрясенный гибелью собачки умер, пережив ее на несколько дней. Лев умер от тоски. Здесь писатель показывает, что животные, так же, как и люди, способны проявлять сильные чувства, переживать. Мне кажется, он очень сочувствует льву. Рассказ «Лев и собачка» Льва Николаевича Толстого небольшой, но учит важные вещи – быть верным дружбе. Дружбой своими друзьями нужно дорожить. Главная мысль произведения – в жизни важно оставаться верным другу. Так и лев остался верен собачке. Он полюбил ее, дружил с ней и умер после ее смерти. А еще, я думаю, здесь видно авторское отношение к животным. Писатель призывает читателей быть гуманными по отношению к животным. Гуманный – направленный на благо других, человеколюбивый и отзывчивый. Гуманизм – это человеческая черта, и человек должен быть человечен не только по отношению к другим людям, но и к животным. Каждый из нас должен помнить, что даже у дикого и хищного зверя могут быть привязанность, чувства и переживания. Даже животные могут и умеют дружить и быть преданными.